Всем привет! Меня зовут Павел Топорков, и сегодня я хочу вам рассказать про OpenStack. Мой доклад, он ориентирован, наверное, на людей без какой-либо подготовки, поэтому все должно быть понятно. Если вы увидите какую-то схемку, которая вам не понятна, скорее всего, она не должна быть понятна. Это подразумевалось. И да, у меня достаточно много материала и мало времени, поэтому будет немножко скомканно. За это я прошу прощения. Итак, OpenStack — это такая штука, которая позволяет вам сделать свое собственное облако. Многие из вас, наверное, пользовались Амазоном, Google Cloud, Azure. И, собственно, OpenStack позволяет вам сделать примерно то же самое, что позволяют все эти провайдеры сделать на своих вычислительных мощностях. OpenStack пользуется много компаний. Я вот зашел к ним на сайт, вынес на слайд те компании, которые я знаю, но их там гораздо больше. Не знаю, зачем эта информация нужна, но показать, что OpenStack — это штука важная. И OpenStack, он достаточно простой архитектурно, тут все понятно, я объяснять это не буду. Ладно, на самом деле та схемка была старая и устаревшая, в ней нет, например, даже половины того, что есть в современности. И вот это более новая схема, и тут каждое слово, которое вы видите, это отдельный модуль OpenStack. OpenStack, он такой модульный, можно делать разные сборки, зависит от того, какой функционал вам нужен. Теперь немножко в циферках. В ядре OpenStack больше 12 миллионов срочек кода на питоне, чем они почему-то гордятся, мне это непонятно. В официальном проекте на GitHub у них больше 900 репозиториев. Также есть куча сторонних зависимостей от всяких бинарников, всяких биндингов к каким-то железкам. Все это сверху смазывается мультитентной моделью, что прям добавляет еще очень много веселья. И с этого следует один вывод. OpenStack очень тяжело для себя развернуть, чтобы его можно было когда-то отслаживать. Поэтому, прежде чем мы перейдем к какой-то технической части, я хочу выразить большую благодарность ребятам из VK Cloud за то, что, во-первых, у них облако на OpenStack, и за то, что они терпели меня, пока я издевался одним как мог. Они даже заплатили мне за это какую-то денежку, поскольку она входит в scope bug bounty, поэтому можно рассматривать этот доклад как мой собственный подход к bug bounty. Ну и начнем. Часть первая. Поверхность атаки. Всегда, когда мы начинаем что-то изучать, нужно определиться с поверхностью атаки, с какими-то точками, на которые мы можем влиять. Вообще, то, как мы можем общаться с этим проектом. Из очевидного на схемке поверхности атаки это все опишки, которые тот или иной модуль предоставляет. Но OpenStack существует уже достаточно давно, и все эти опишки наверняка уже были много раз проверены. Поэтому их смотреть как-то не особо интересно. Ну и сходу я ничего в них особо интересного не нашел. Поэтому я решил сфокусироваться на каком-то одном конкретном модуле, и этим модулем стал так называемый модуль Trove. Это модуль, который позволяет в OpenStack создавать менеджер базы данных. То есть в том же Амазоне вы можете мышкой в веб-интерфейсе натыкать, что я хочу там MongoDB, Postgres или еще что-то на таких-то мощностях, с такими-то конфигурациями в кластерном режиме или в сингл-ноде. И он это все создаст. Вы там сможете делать бэкапы также из веб-интерфейса. Все очень удобно. И вот на этот модуль он как раз реализует примерно то же самое. Trove работает примерно следующим образом. Вот есть Harazim Dashboard. Это, можно сказать, наш веб-интерфейс, который общается с REST API. И REST API, он заводит всякие записи в базе данных. Это нас не особо интересует. Из того, что нас интересует, он общается с шиной сообщения Рэббита. И под капотом создается виртуалка, на которой будет запущена наша база данных. И она тоже общается с этой шиной. Эта шина нужна для того, чтобы мы могли из веб-интерфейса передавать какие-то команды виртуалке. Либо собирать, наоборот, в нее метрики. То есть мы нажимаем в веб-интерфейсе «хочу бэкап от базы данных». Сообщение попадает в шину. И агент, который установлен на эту виртуалку с базы данных, ее получит и делает бэкап. Или переконфигурирует базу данных, если вы этого захотели. Ну и также постоянно отправляет в эту шину метрики, чтобы мы могли видеть загрузку нашей базы данных прямо в веб-интерфейсе. Но если мы начнем изучать этот вопрос более глубоко, то мы заметим. Вот тут снизу доклад, который прямо на каком-то конференции про OpenStack. И там они говорят, что вот эта шина, она общая для всех тенантов. То есть ей пользуются все клиенты облака. Что вроде как должно быть небезопасно. Но для каждого клиента создается отдельная учетная запись. Причем даже не для каждого клиента, а для каждого инстанса базы данных. Кроме того, создается очередь отдельная. Эта учетная запись имеет доступ только для этой очереди. Как еще один уровень защиты, создается пара, нет, не пара, там симметричное шифрование. Там создается один ключик, для которого будут шифроваться все сообщения, которые будут туда улетать. И вроде бы как все безопасно, но вот тут на слайде есть одно очень важное слово. Вот оно. Все эти данные, которые улетают в шину, они сериализуются. Сериализация вещь очень прикольная. Посмотрим, как она реализована в этом конкретном случае. У нас есть класс Serializable Notification. И при десериализации он пытается получить из сериализованного объекта, ну, там, в данном случае это JSON, поле Notification, класс Name. Распарсить из него, что относится к пакету, что к конкретному уже классу. И заимпортить. И потом сделать instance с контекстом и с остальными полями этого сериала объекта. Из-за внимательного здесь, что в питоне, инстанциирование нового объекта и вызов функции, это примерно одна и та же операция. То есть если у нас в Notification class будет функция, а не класс, то в целом будет произведен вызов. Потому что это и то, и другое, это коллабл объекты в контексте питона. Собственно, какая наша задача? Нам нужно найти какой-то класс или функцию, которая есть уже в существующем коде OpenStack, которая игнорирует или как-то допустимо для нас использовать первый аргумент, потому что на контекст мы не взаимодействуем. Контекст в данном случае это просто объект, то есть dictionary в контексте питона с какими-то параметрами запроса, который был сделан в контексте вызова. В целом понятно. А уже на все остальные именованные аргументы мы можем на них повлиять, поэтому мы хотим дать такую функцию, которая прогнорирует первый аргумент, а второй аргумент или какой-то именованный аргумент, она бы использовала так, чтобы мы могли получить выполнение кода. И такая функция нашлась. Это модуль Oslo Concurrency, это тоже разработка OpenStack. В файле Process Tools есть функция execute. Что она делает? Она берет в качестве позиционных аргументов, она ожидает увидеть команду, и она кастит эту команду к строке. В целом дикты в питоне, они кастятся к строке достаточно легко, поэтому проблем тут у нас не возникает. Проблема возникает в том, что в этой команде мы не можем передать какой-то наш payload. Но есть два именованных параметра. Первый — это run as root, который мы можем высадить в true, и тогда OpenStack попробует выполнить эту команду от рута. Но ему нужно понять, а как ее выполнять от рута. Потому что есть много разных вариантов. И есть root helper, который добавит префикс к команде, которую мы пытаемся выполнить. То есть, например, по какому-то легитимному поведению там, наверное, должно быть sudo. Но поскольку мы этим контролируем, мы можем переписать спокойно этот root helper на все, что мы хотим. Ну и, собственно, получаем такую цепочку эксплуатации, что мы получаем каким-то образом учетную запись и ключи шифрования из этого инстанса. В моем случае было достаточно просто. Я видел жесткий диск, виртуальный жесткий диск, который подключался к базе данных. Я просто включал базу данных, подключал жесткий диск другой виртуалки, дампил с нее креды и ключи. И дальше с этими кредами подключаемся к Rebbit. И отправляем такой вот объектик, предварительно пошифровав его нашими ключиками. Что мы должны были научиться из этой части? Что в облаках, даже не только в облаках, но и в таких больших сложных проектах, по версии атаки она не ограничена внешними опишками то, о чем мы в первую очередь думаем. В данном случае по версии атаки была еще также агент, который установлен на виртуалку базы данных. Ну и, собственно, таких вот интересных мест, которые можно еще рассматривать как по версии атаки, их может быть больше. Дальше я пошел репортить в OpenStack, и они мне ставят OneFix. Сказали, что я как пользователь OpenStack не должен иметь возможности получить доступ к жесткому диску базы данных, поэтому я сам себе злобный баратино, они не виноваты, исправлять мы ничего не будем. Ну а кто такой, чтобы с ними спорить, мне как-то уже было неинтересно, и я пошел дальше. Но мысль у меня осталась. Они не зафиксили это потому, что они посчитали, что менеджер-сервисы вроде как безопасные. То есть я не должен иметь доступ к ним, я не должен таким образом получить доступ к жесткому диску его. То есть у них есть вот эта концепция менеджер-сервиса рассматривается в том, что этот менеджер-сервис, они неприступные. Я решил проверить, действительно ли это так. Я решил не распыляться на все эти сервисы, потому что их много. У нас же сервисов просто миллионы. Ну ладно, три на самом деле, не миллионы. Я решил найти что-то общее среди них всех. И что-то общее, это вот этот выделенный квадратик, это модуль нейтрон. Модуль нейтрон – это реализация виртуальной сети, а может даже и не виртуальной, потому что в OpenStack имеет и то, и другое в OpenStack. В общем, она является потому, что все наши сущности, которые мы создаем в OpenStack, они так или иначе должны быть объединены в сети, иначе зачем мы их вообще создаем. И нейтрон тоже простой, примерно такой же, как и OpenStack. Тут вот тоже все понятно, надеюсь. И если мы начнем изучать его документацию, то первое, за что мы зацепился взгляд, это пор-секьюрити. Это такой механизм в виртуальных сетях OpenStack, который позволяет, ну, во-первых, который включает или выключает секьюрити-группы, это такие правила, которые сам пользователь OpenStack может прописать для виртуалки на входящий и нисходящий трафик. И более того, он включает или выключает антиспуфик правила. В контексте OpenStack это правило IP-таблеса, которое генерируется на каждую виртуалку, подключенную к сети, в момент включения ее к сети. Ну, в смысле, в момент не реального включения сети, а в момент, когда мы мышкой тыкнули, что мы хотим ее включить к сети на самом деле. OpenStack знает, что это за виртуалка, какой у него MAC-адрес, он знает, какой он захочет ей выдать IP-адрес, и он просто на IP-таблесе заставляет маппинг, от кого MAC-адреса должны какие пакеты вылетать, и если это не совпадает, он этот трафик будет дропать. И, собственно, это можно использовать, если выключить это по security. Если мы внимательно посмотрим на схемку провизженга инстансов, провизженг — это такой процесс, который выполняется при первом старте новой виртуалки, и вот тут нас на этой схемке интересует вон тот маленький уголочек справа. Что же там у нас изображено? Neutron, собственно, как мы могли встречать на Амазоне или на других облаках, создает так называемый методата-сервис. У Neutron он доступен по адресу 169.254.169.254, собственно, один в один, как в Амазоне. И этот методата-сервис позволяет виртуалке получить данные о себе, если они по какой-то причине ей нужны. И виртуалка может получить, допустим, данные о своих публичных ключах, которые нужно положить в авторазит кейс, чтобы потом можно было к этой виртуалке подключиться. И вот это уже для нас очень полезно. В чем идея? Мы просто выключаем порт security, после этого у нас антиспуффинга больше не работает. И начиная с этого момента, можно выполнять любые сетевые атаки на нашу виртуалку. Дальше мы в этой же сети, которую мы выключили порт security, создаем наш супербыстрый DHSP сервер. На самом деле ему не нужно быть каким-то особо супербыстрым, потому что он может просто выдавать один адрес и не искать в пуле какие-то свободные адреса, ни о чем не думать, и просто выдавать быстрее, чем реально существующий DHSP сервер OpenStack. Так что эта проблема не сильно сложная. Дальше мы создаем какой-то менеджер сервис в этой же сети. При первом старте менеджер сервиса он пойдет в этот метадата сервис, чтобы забрать ключи. Ключи там будут не наши, потому что это менеджер сервис, мы не должны иметь к нему доступ. Там будут ключи техперсонала провайдера облака, чтобы в случае, если у нас возникнут какие-то проблемы, они могли включиться и их решить. Но поскольку мы подменили DHSP ответ при вот этом старте виртуалки, мы можем сделать так, чтобы трафик пошел через нас, мы подменяем вот этот ответ на запрос к метадата сервису и подкладываем свои ключики. После этого спокойно включаемся по SSH. Чему мы должны были научиться в этой части? Что менеджер не означает безопасность. Менеджер сервисы также могут содержать уязвимости. Я показал такое достаточно решение в лоб. Но на самом деле можно рассматривать не только в контексте сетевых атак, но и в контексте атаки на сами сервисы. Потому что на самом деле менеджер сервисы это не более чем образ, собранный кем-то на основе какого-то софта, написанного кем-то. То есть я уже в том приложении, в котором я сказал, я могу видеть несколько точек, где могут быть созданы ошибки или уязвимости. Ну и сетевые атаки, они также применимы в облачных инфраструктурах. Про это нужно не забывать. И теперь мы приходим к самой, наверное, интересной части. Я долго не знал, как ее назвать. И назвал ее слабоумие и отвага. Наверное, будет понятно, почему. Опять же, пока я изучал вот этот нейтрон, я заметил одно такое интересное поле в конфиге, которое мне показалось очень знакомым. Оно называется extra-dhcp-opts. Я начал читать, типа, а что это вообще за поле? Оказалось, что оно позволяет добавить какие-то extra-dhcp-опции. И чем больше я прочитал, тем больше оно мне казалось знакомым. Потом я взглянул на вот эту схемку нейтрона, которая вроде как должна быть очевидной. Я понял, где же я его видел. Тут в красном квадратике выделено, что нейтрон на самом деле использует DNS-маск как свой DHCP-сервер. И вот тут я вот прям точно вспомнил, что да, у DNS-маска есть опция, DHCP-опс-файл. Это как раз позволяет нам ввести какой-то файл, в котором будут прописаны все опции DHCP. Можно разделять кому каких отвечать. То есть отдельная база данных DHCP-опций для DNS-маска. И вот тут внизу указан пример того, как в OpenStack выглядят эти опции, когда мы только создаем виртуалку. Что тут из интересного? Все эти опции несут спереди тег. То есть у нас опции тегированы. И этот тег как раз нужен для того, чтобы определить для какой виртуалки какие опции отдавать. И как-то так вот оно работает. Мы можем дергать вот эту вот ручку и выставлять какие-то свои DHCP-опции. Допустим, вот тут на примере мы пытаемся выставить опцию тест с значением val. На самом деле это не будет работать, потому что такой опции нет, но для примера я это показал. И вот тут была очень простая, можно даже сказать, детская уязвимость. вот такая. В поле name мы не можем использовать все, что угодно, потому что на самом деле список DHCP-опций достаточно ограничен и лимитирован. А вот value — это произвольное значение, там можно внедрить на строки, и таким образом мы можем в этот extra DHCP-ops файл добавлять свои собственные сущности. Как это эксплуатировать? Первое, мы можем попробовать реконфигировать свою собственную сеть, которую мы только что создали, и пропушить в своей же виртуалке свои собственные DHCP-опции. Непонятно зачем. И как-то не очень интересно. Второе, у PSTC есть концепция внешних сетей. Это, как правило, сети, которые подключены к интернету, там могут быть публичные IP-адреса, и они, как правило, шарятся между несколькими тенантами. Но тут есть проблема. В таких сетях нельзя включать POR-секьюрити, если мы подсунем туда себя как роутеры, то POR-секьюрити будет резать трафик до нас. И, во-вторых, допустим, мы можем подсунуть туда свой DNS-сервер, но, как я сказал, куча тенентов будет пользоваться этой сетью. Это будет, мне кажется, немножко неэтично подсовывать каким-то людям на их проде свои DNS-сервера. Я подумал, ну, слабоумие и отвага, и запустил Pfizer. Кто же не файдит DNS-маск в 2021 году, когда я это делал? И, на самом деле, в течение, наверное, пары часов Pfizer выдает мне один интересный крэш. Вот посмотрим, что тут происходит. Это, собственно, как раз я файдил только функцию, которая парсит вот этот DHCP-опс файл. И у нас тут происходит следующее. Сначала парсер считает количество двоеточий в строке, которую мы передаем. Зачем это делать? Потому что опция может быть вида MAC-адреса. И он пытается хочет этот MAC-адрес хранить не в виде строкового представления, а в виде, собственно, набора байт в памяти. Для этого нужно распарсить этот набор хиксов, разделенных двоеточием. И он пытается посчитать количество двоеточий, выделяет столько плюс один памяти, а потом парсит в эту память хиксы с помощью функции parseHex. функция parseHex в свою очередь она просто идет до первого невалидного символа, который не является двоеточий тире пробел, и парсит попарно хиксы в этот буфер. Ну тут очевидно, мы выделяем какое-то фиксированное количество по количеству двоеточий, а парсим до самого конца, пока парсер не ломается. Тут очевидная уязвимость буфера оверфлоу. Тут такой небольшой экскурс для таких же людей, как я, которые больше проводят времени в бурпе, а не с буфер оверфлоу. Что такое буфер оверфлоу? Мы знаем, что такое CSS, что CSS это весело. Ну буфер оверфлоу это примерно то же самое, он тоже такой же веселый. Но для того, чтобы эксплуатировать буфер оверфлоу, нам нужно понять, как оно вообще внутри работает, как устроена память внутри DNS маска. Все вот эти директивы, которые мы можем передавать в этом конфиге, они у нас в распашном виде хранятся в виде набора структур DHCP opt. Тут у этих структур есть указатель на контент, собственно, вал, есть длина контента и указатель на следующую структуру такого же типа, то есть они хранятся в виде односвязанного списка. Ну вот примерно как-то так. У нас вот DHCP opt 1, у него есть data 1, указатель вала, который указан на эту дату, есть длина этой даты и указатель на следующий DHCP opt 2. В чем идея? Как это мы можем эксплуатировать? Если мы каким-то образом переполним data 1, то мы сможем записать len и вал следующий с одним DHCP opt. Таким образом, очевидно, мы можем делать чтение произвольной памяти, и вроде бы как все просто, но не все так просто. У нас парсинг файла идет по строчности сверху вниз. То есть мы не можем перезаписать, мы не можем переполнить буфер, который был выделен для предыдущей директивы. Мы можем стригерить переполнение только на текущей итерации. И переполняя data 1, у нас здесь IP opt 2 и в памяти существовать не будет. Но на самом деле эта проблема не сильно большая. Если мы вспомним или узнаем, как работает локатор в Lipsy. Когда мы освобождаем память обратно, то есть возвращаем ее локатору, локатор не просто так выкидывает ее обратно в кучу памяти, а он собирает ее по корзинкам. Есть так называемые fastbin-подобные корзинки, их я так называю, никто кроме меня так не называет. Они хранятся в виде односвятного списка и каждая картинка хранит в себе свободные чанки определенного размера. Они все кратные 0x10, но на самом деле в Lipsy все чанки, которые мы выделяем, они кратные 0x10. и собственно этот fastbin применим для маленьких чанков памяти, то есть когда мы выделяем 0x70, оно появится в fastbin, если мы выделяем миллионы-миллионы мегабайт, то оно конечно сюда не попадет. И есть еще unsorted bin подобные, это как раз уже структура для больших чанков, оно хранится в виде двухсвязанного списка. Как раз эта двухсвязанность нужна для того, чтобы эти чанки большие, они не особо можно сказать ликвидный товар в контексте локатора, и иногда их нужно объединять между собой. И вот эта двухсвязанность списка позволяет гораздо проще объединять эти чанки, чтобы как-то снижать фрагментацию свободной памяти. И теперь в чем идея. Вот мы выделили допустим памяти какой-то чанк, чанк 1. Затем мы выделяем чанк маленький, сильно меньше, но пока еще не важно, что он сильно меньше, но другого размера, и его освобождаем. В контексте с маской мы просто дадим ему невалидную опцию. Он выделит, распарсит, скажет, опция невалидная, освободит ее. Далее мы выделяем снова большой чанк памяти. Не то, что большой, но побольше. идея в том, чтобы чанк забрался не из fastbin, чтобы чанк 2 остался в fastbin, а выделился стоп чанка. После чанка 3 мы выделяем снова чанк 4, но такого же размера, как чанк 2 был. И тогда он заберется из fastbin, и в данном моменте, когда мы его парсим, можем переполнять и переписывать чанк 3. как мы делаем чтение. Вот у нас есть структурка в памяти уже какая-то. Мы каким-то образом хотим переписать data1. Для этого мы реконфигурируем DNS mask с нашими опциями. Таким образом, чтобы как раз выставить так, чтобы у нас data1 был выделен после, до того, как будет выделен DHCP OP2. И переполняя буфер data1, мы переписываем значения len и val. Следующая не зоним структурки DHCP OP2. Таким образом, потом мы запрашиваем у этого DNS mask любым DHCP клиентам конфиг, и в ответе DHCP ответим у нас вместо опции мы получим как раз ту память, на которую мы пытаемся ссылаться. Но тут есть проблема. А что читать? На самом деле это, опять же, тоже не сильно большая проблема, но вот эта вся процедура, которую я сейчас описал с первого по третий пункт, она достаточно медленная, потому что нам каждый раз нужно переполюрировать DNS mask, он будет рестартовать. Это все достаточно медленно. то есть какие-то привычные нам техники учитывания памяти с помощью Arbitralica они будут очень медленными. И мы опять вспоминаем, что у нас есть, как у нас работает локатор, и добавляем сюда еще один шаг. После всего этого, после тех данных, которые мы пытаемся вычитать, то есть мы переписываем с помощью DAT1 переписываем начинь D6POP2 и мы хотим, чтобы после этого всего еще был огромный свободный чанк, то есть мы пытаемся выделить большой-большой чанк, чтобы он освободился потом. В чем идея? Что если этот чанк будет первым или последним или и первым и последним в двухседанном списке unsorted bin, то у него будет указатель на этот самый unsorted bin, потому что это двухседанный список, он имеет указатель на свое начало, на свой конец. Этот unsorted bin лежит в мейн-арене, это уже фиксированное смещение у липси. Вычитав этот указатель либо fd, либо bk, если мы уверены, что этот чанк является либо первым, либо последним, это, кстати, делать достаточно легко, просто предварительно выделив кучу больших чанков, чтобы мы были уверены, что в этом unsorted bin этот чанк будет единственным. Мы можем гарантировать, что мы всегда получим в этом месте адрес указатель на мейн-арену и от него вычислим спокойно себе адрес, где лежит липси. Тут важно отметить, что мы не переписываем вал. Очень удобно сложилось, что у нас поле длины лежало перед валом, до вала, то есть мы можем не переписывать указатель на дату 2, мы не знаем никаких адресов, но мы спокойно вычитываем чуть больше и мы знаем, что там будет адрес на нашу липсу. Ну все, теперь когда мы умеем спокойно читать и знаем адрес липси, время как-то запавнить. Опять же немножко про то, как работает липси. Чанки свободные и не свободные выглядят немножко по-разному в памяти. Объединяет их одно. У них в обоих в самом начале есть длина чанка и какие-то флаги. Флаги нас сегодня интересовать не будут, поэтому не буду про них даже говорить. И если у нас чанк не свободен, то есть несет себе какие-то данные, то после вот этого поля с размером у него будут эти самые данные. А если мы освобождаем чанк, то в самом начале вот этого поля данных у нас будет положен указатель на следующий чанк в фазбине, если этот чанк попадает в фазбин, либо будет два указатель на следующий на предыдущий, если этот чанк попадает в отсorted бин. Собственно, какая идея эксплуатации? Тут я буду говорить про эксплуатацию ткэш. Ткэш это как раз один из этих бинов, который из семейства так называемых фазбинов. Он супербыстрый и по дефолту используется всегда именно он, если это возможно. И, собственно, в чем идея? Вот, допустим, у нас есть какие-то даты, после нее у нас каким-то образом магическим получилось, что у нас лежат два фричанка, которые лежат в одном ткэше. И если мы с помощью этой даты перепишем указатель на следующий элемент в следующем за ним свободном чанке, а потом сделаем две локации. Первая локация из этого ткэша будет выделена поверх фричанк 1, а вторая локация будет выделена уже по адресу, который мы переписали fd, то есть в данном случае по адресу deadbif. Собственно, в этом идея. Как мы можем это использовать? В липсе есть такое замечательное место в памяти, называется фрихук. это функция, которая будет выполнена перед тем, как память будет освобождена. Что в этом замечательного? Free у нас выполняется с указателем на память, которую мы хотим освободить. System, например, выполняется с указателем на строку, которую мы хотим выполнить. Есть какое-то совпадение между ними, и в этом и идея. То есть мы вот этой техникой переписываем поисканием наш ткэш, так чтобы в какой-то момент аллокация у нас была поверх этого фрихука, потом к моменту аллокации этого фрихука мы переписываем эту область памяти фрихука на указатель на систем, а потом создаем невалидный DGTP-opt с таким вот значением, например, id, hostname, cut, etc, svd. Dennis Mask начинает партить, говорит, это невалидная директива DGTP-opt и вызовет на нее фри. А перед тем, как вызовется фри, на эту строчку будет вызван систем. Собственно, примерно то, что нам и нужно. Казалось бы, все хорошо, но нет. Я так был окрылен этим успехом, что не заметил одной очень важной вещи. На целевом сервере была лепси версии 2.17. Ткэш был внедрен в лепси только версии 2.26. То есть никого ткэша не существует еще. И вместо ткэша локатор будет использовать как раз fastbin. И проблема в том, что fastbin перед тем, как выдать из корзинки кусочек памяти, он проверяет, а действительно ли вот этот кусочек нужного размера. как раз с помощью этого поля размера в самом начале чанка памяти. И вот примеры, как выглядит область памяти вокруг фрихука. Если у нас будет лежать поле с размером, то fastbin посмотрит и скажет, ты вот просишь у меня 0x30 байт, а тут написано 00 байт. Я тебе ее не дам и упаду. И упадет. И это проблема. Но есть хороший трюк, с которым мне очень удачно помогли. В Lips есть еще очень приятный участок памяти, называется Memoline Hook. Чем он хорош? Во-первых, он по дефолту установлен, то есть когда мы что-то компилируем, он будет, скорее всего, если мы не хотим иначе. Во-вторых, рядом с ним лежит LockHook. Это по аналогии та функция, которая будет вызвана на каждую локацию памяти. Наверное, можно возразить, 0.7 F и так далее, это тоже не выглядит как валидный размер чанка. В целом, да, но если мы посмотрим на это под каким-то другим углом, а если быть точнее, под другим смещением, вот примерно вот так. То есть это тот же участок памяти, только немножко другим смещением, не выровнен, то вот этот 0.7F, это уже ровно подойдет для чанка размера 0x70. Потому что как раз младшие биты, они будут игнорироваться, потому что там должны быть флаги. Все размеры у нас не кратные 0x10. И собственно в чем идея exploit теперь. Мы имеем у себя на куче какие-то два свободных чанка из fastbin. Локцируем первый. Далее мы переполняем этот чанк так, чтобы перезаписать указатель на следующий чанк в следующем за ним свободном чанке на область памяти, которая лежит вот тут у меня специальный кривой прямоугольничек, то есть она лежит поверх memo-line hook, но не полностью, то есть под каким-то таким хитрым смещением. И после этого мы аллоцируем два чанка размером 0x70, потому что у нас там будет 7F рядом с memo-line hook. первый чанк будет выделен поверх того изначального чанка, который у нас был свободный, а второй чанк будет выделен как раз поверх memo-line hook. После этого мы переписываем memo-line hook. Мы уже не можем использовать так же удобно систем, мы будем вынуждены использовать ROG-цепочку. И при любой следующей локации наша ROG-цепочка будет вызвана. Вроде бы как все хорошо, но нет. Есть еще одна проблема. вот этот конфиг dns-mask он генерируется с помощью питона. Питон открывает этот конфиг в текстовом режиме. То есть означает, что мы можем использовать либо валидный unicode, либо байты от 0 до 7F. А моя ROG-цепочка, да и, наверное, почти любая, которую можно придумать, она вынуждена иметь какие-то указатели, во-первых, на функцию, которую мы хотим вызвать, допустим, на какой-то систем. То есть рано или поздно, мы хотим передать управление на систем. И на payload, на команду, которую мы хотим вызвать. То есть нужно указывать какие-то указатели. не так просто сделать, чтобы указатель, который мы каким-то образом выделяем, состоял из байтов от 0 до 7F. На самом деле проблема, она достаточно техническая и решаемая, но я решил схитрить и сказал, а пусть SLR нам поможет. Вот людям SLR мешает, а мне помогает. В чем идея? Вот, допустим, у нас есть, мы выделяем член памяти поверх молока кука с каким-то смещением. То есть в моем случае это было плюс 0x8 минус 0x20. И мы хотим там же, в этом же участке памяти, где мы переписываем молок кук, мы хотим туда же положить указатель на систему, указатель на свою строчку. Ну, на самом деле тут я просто использую именно этот же член памяти только для того, чтобы не загромождать слайд. На самом деле это не принципиально. То есть какой-то член, который мы и знаем, где он лежит, на который мы можем ссылаться. Вот. И дальше. У этого молока кука у него старшие 24 бита всегда будет 0x007f. Ну, потому что вот так и сложилось. Младшие 12 бит будут зависеть от версии элипсии. Ну, и в моем случае версия элипсии была чудесная, и младшие 12 бит нам тоже устраивали. Они тоже были из байтов от 0 до 7f. даже если бы не устраивало, то на самом деле можно было чуть-чуть подобрать другое смещение и вот как-то скорректировать. Остаются 28 бит, которые рандомизируются SLR-ом, и каждый раз будут новыми при каждом перезапуске DNS-маска. И OpenStack такая чудесная вещь, он же продакшн-решение, он же должен быть надежным. И если мы каким-то образом случайно или нет уроним DNS-маск, он его перезапустит. то есть мы ликаем адрес, высчитываем из него malloc.cook с нашим смещением, смотрим, а нравится ли нам этот адрес или нет. Если он нам не нравится, мы крашим сервер. Если нравится, продолжаем выполнение, как было на предыдущей почке эксплуатации. И да, я знаю, что это можно было сделать по-человечески, просто добавить еще одну локацию по адресу, который мы знаем, и уже туда ссылаться. Но отладить еще одну локацию было гораздо дольше, чем я просто в цикле запустил свой существующий эксплуат, добавил только крэш, и оно отработало быстрее. Поэтому ну кого волнует. Ну и пришло пора снова репортить. Я зарепортил. На этот раз OpenStack не стали говорить, что я сам себе злону Баратино, и выдали мне CVE-ку, ура, ура, у меня есть CVE-ка. Достаточно оперативно в целом зафиксили и запатчили во всех версиях. А дальше я пошел репортить это в DNS Mask, потому что DNS Mask тоже имеет визимость. И узнал, что аж в 19-ом году кто-то уже репортил этот баг, и его даже зафиксили, но в коммите написано, что этот баг это не проблема безопасности, поэтому в репозитории мы его пушить не будем. Поэтому в репозиториях у нас до сих пор уязвимый DNS Mask. Ну, бывает. Особенно, чему мы должны были научиться из этой части? Что сторонние компоненты это тоже в целом Attack Surface. И что не нужно бояться фазить, тестировать, ломать какие-то именитые продукты типа DNS Mask, потому что иногда слабо и отвага она помогает находить достаточно интересные баги. На этом у меня все. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Привет. Классный доклад, особенно то, как ты перешел от OpenStack к бинарной эксплуатации DNS Mask. Я собственно хотел спросить про первую часть. там как бы весь взлом я так понял проходит через вот эти странные опции Neutrino или как он там Neutron. Но собственно как пользователь облака ты же не должен иметь доступ к сырым API-шкам OpenStack. Это не сырая API-шка. Вот все что ты тыкаешь в интерфейсе облака это То есть оно напрямую типа идет в OpenStack. Ты как пользователь интерфейса облака ты можешь сказать системный администратор. Ну да ну вот казалось бы наверное не должен быть доступ прям настолько прямой типа но это настройки DHCP это не какой-то супер прямой доступ это обычный инструмент администратора то есть это обычная пишка ну то есть в UI грубо говоря ты эти опции натыкал и все понятно спасибо спасибо как всегда супер крутой доклад у меня вопрос довольно я не знаю отстранен наверное от техники почему ты выбрал и вообще как ты выбрал троуф из всего этого огромного куска кода для исследования вначале ну смотри я почти всю свою сознательную жизнь занимаюсь удивительностью веба что такое веб веб это сквейли инъекции первое что мне приходит в голову когда я думаю о вебе это сквейли инъекции сквейли инъекции это базы данных троуф это базы данных на самом деле там в целом не важно что я бы выбрал потому что на самом деле я рассказал только про три уязвимости а их было больше люди мне не дадут соврать просто я вот из-за огромного списка тыкнул пальцем выбрал то что я знаком с базами данных я посмотрю я про них чуть больше знаю я посмотрю это сначала вот поэтому я вот рассказал про это потому что там получился более-менее интересный случай там еще один вопросик есть спасибо большое очень крутой доклад у меня два вопроса первый короткий верно ли что DNS mask все еще уязвим к этому переполнению через этот файл опций сильно зависит наверное от репозитория смотри если ты собираешь DNS mask из мастера он неуязвим он неуязвим в 2021 году когда этот репортил в последней Ubuntu он был уязвим сейчас я не знаю окей то есть есть шанс что это можно все еще где-то применять и второй вопрос и второй вопрос по самой первой части доклада где мы заслали сериализованный объект через RabbitMQ если честно я плохо слушал но можешь еще раз пожалуйста напомнить схему атаки то есть я правильно понимаю что во-первых один из шагов это используем то что VK Cloud позволяет выгрузить полный образ менеджер базы данных да то есть я лично не рассматривал это как часть атаки но потом в OpenStack мне сказали что это часть атаки что это как бы уязвимостью они считают что на самом деле они у себя в документации пишут что такого быть не должно именно схема атаки то есть ты каким-то образом подключался к этому API который пошел в итоге в RabbitMQ засылал объект как бы от имени агента нет я просто вытащил креды на питоне подключился к RabbitMQ и засылал туда объект а вот этот сам по себе доступ к RabbitMQ он доступен с любой абсолютно виртуалки в этом облаке да да то есть и это тоже не считается как бы уязвимостью нет ну потому что тебе для них нужны креденшн для них нужны ключи шифрования ну я считаю что у тебя есть куча разных пользователей у сайта ты же не считаешь это уязвимостью понял спасибо большое еще вопросы ну вопрос про версии Дэнс Маска человеку сзади и я забыл какие еще были вопросы ну и тогда вопрос вот этому господину просто потому что я так захотел спасибо за внимание если будут еще вопросы находите меня на площадке задавайте задавайте